Вечно можно говорить о любимом деле, радостных событиях и о своих детях. Да-да и да. Я обожаю говорить об их успехах, маленьких победах и даже неприятных промах. Катя, а может посвятим этому половину выпуска нашей программы? Отличная идея. Ну а за счастливым детством всегда кроется правильное родительство. Воспитательный процесс – дело серьезное, я бы даже сказала хладнокровное. Где-то нельзя давать поблажек, где-то наоборот нужно смягчиться. В общем, нюансов полно. Многих родителей вводят в ступор истерики ребенка. Я сама знаю, в какой растерянности находится человек, когда рядом плачет твой малыш. То хочется его приласкать, то наоборот отругать за такое поведение. В общем, понимание дела родительского приходит только с опытом. Но если вы еще не знаете, как успокоить своего ребенка, мы вам с огромным удовольствием расскажем. Дети – это тоже люди. И все дети испытывают эмоции. Очень часто дети начинают кричать, и многие родители не знают, как с этим справиться. Вот знакомо вам это? Наверняка знакомо. Такие примеры, беспричинные истерики, они случаются дома, случаются в людных местах, могут произойти в торговом центре прямо во время вашего похода по овощному отделу. Что делать? Как быть? Как успокоить, утихомерить ребенка, который начинает кричать, который начинает биться? Самое важное, самое главное – не нужно тут же сразу ему говорить «Успокойся». Вот не надо, не сработает, совершенно точно. Постарайтесь переключить внимание ребенка на какие-то другие объекты. Займите его чем-то. Попробуйте переключить внимание на важный аспект для ребенка. Мы сейчас с тобой пойдем, кстати, в детский центр, в батутный центр. Хочешь на батуте попрыгать? Пойдем, пойдем быстрее на кассу. Пойдем. Да-да-да-да-да. Переключайте. Переключение – самый лучший вариант. Если вы научитесь это делать, все конфликты с ребенком, все истерики будут заканчиваться очень быстро. Еще успокаивающе на детей действуют сладости. Мама мне до сих пор дает всякие вкусняшки, когда я к ней прихожу в плохом настроении. Ну, а после сладостей все уже не кажется таким серым и грустным. Это, конечно, хорошо, но сладким малышам злоупотрять не рекомендуется. Они просто не знают в конфетах меры. Лучше уж занять их играми, подвижными или развивающими. Неважно, главное – занять. Да, я, кстати, знаю человека, который познакомит всех родителей республики с одной очень интересной игрой. Внимание на экран. С вами хочет познакомиться пчелка Жужа. Ну, вы, наверное, уже догадались, почему ее так зовут. Потому что она очень любит жужжать. Сегодня вам она принесла подарки. Игра называется «Чудо сотен». Вы, конечно, знаете, что пчелы делают очень полезный и вкусный мед. А как же называется кладовочка для меда? Это сота. Посмотрите, вместе с ребенком вы можете рассмотреть, потрогать, посчитать, сколько уголков. И подвести к понятию шестиугольник. Для того, чтобы узнать название фигуры, достаточно посчитать углы. Посмотрите, а остальные соты у пчелки Жужи поломались. Давайте попробуем собрать вместе. Вот если мы возьмем сразу две большие детали и соединим, получается у нас новая сота. И таким образом вместе с ребенком вы составляете соты разного цвета. Но у этой игры есть очень много возможностей. Потому что пчелка Жужа очень любит конструировать. Посмотрите, в методическом сопровождении, развивающей игры Вячеслава Воскобовича «Чудо соты», вы найдете очень много интересных заданий. Для девочек, для мальчиков, для самых внимательных, для самых усидчивых. Когда с помощью деталей игры «Чудо соты» можно построить разнообразное количество и кукол, и видов транспорта, и разных друзей пчелки Жужи животных. Из этой же серии творческих головоломок Вячеслава Воскобовича для малышей вашему вниманию хочется представить игру, которая называется «Фонарики». С помощью игры «Фонарики» вместе с малышом вы будете изучать разные формы. Квадрат, круг, овал. Будете сравнивать эти фигуры по размеру. Большие, маленькие. Но чтобы это не превратилось в скучный урон, придумывайте различные истории. Например, надо зажечь свет в квадратном фонарике. Если мы поставим зеленый квадрат, то лампочка выключилась. А если заменим на другой цвет, то посмотрите, как уже засияло. И на этот фонарик, на этот свет обязательно придут друзья. С помощью этих деталей ваш малыш почувствует себя настоящим строителем. Потому что как к любой игре Вячеслава Воскобовича, так и к фонарику есть методическое сопровождение, где вы можете почитать, что можно придумать с данными деталями, как поиграть с ребенком. И, конечно, найти занятия для самых маленьких и детей постарше. Если вам неудобно листать альбом, для своего ребенка я сделаю вот такие отдельные карточки. Когда-то его будет привлекать свет, а когда-то он прочитает. Или вы скажете ему слово, а ему надо будет найти на данное слово схему.